Ам-мэ-мэ-тва-ле. Вот так вот надо говорить. Всем привет, я Гиза. Упородость и упорство. Мои лучшие черты. Привет, я Игорь. Игорь Наполеон. Мы все тут. Так себе. Привет, я Саня. Какой-то лучший капитан, не знаю. В этот раз без Тахира не так весело будет, да. Самое забавное, что мы сегодня сидим и не смогли собраться из-за дождя, и в кинотеатре на нас лил дождь. Единственные, кто посмотрел этот фильм в 5D. Настоящий страшный фильм. Такого не было уже давно. 20 лет назад в одной школе ставили постановку про весельцу. Слишком увлеклись декорациями, случилось несчастье. Мистер Чарли Гриммель погиб из-за неисправности декорации во время спектакля «Веселица». Вот, спустя 20 лет постановку реанимируют. Ага, вот она, сцена. И главный герой, он не очень хочет играть, и чтобы отмазаться, он с друзьями залазит в школу и пытается разгромить декорации. Вот, и там начинается самое интересное, собственно. Вот такая вот нелепая завязка. И все запутано. Я такое не смотрю. Давайте за дело. Здесь все происходит в школе, они оттуда не могут выбраться. Вроде это не психбольница, то есть... Вот бы моя школа не существовала в реальности. 20 лет прошло, и только тогда пару смертей произошло, как бы. А умрет? Сколько умрет, я не скажу, но посмотрите. Да, все смерти, короче, вообще не разнообразные. Их вешают. Спойлер. Вот. Смешные моменты были. Смешные в плане, когда ужастики смешные, то есть там... Блин, больше всего мне понравилось, как они громили помещение. В смысле, вот стоит предмет... Ты сломаем. Ахахаха. Да он просто валяется тут. Самая хорошая часть этого фильма, что он пытается рассказать историю. Я вообще обожаю, обожаю Макю Мэнсари, потому что оно все ни о чем, по сути дела. Человек попадает в какую-то ситуацию и трясет камеры. Все, вот вообще ни на такой дальше сюжетной линии, ничего дальше не ждать. А если оно выглядит, как будто его сняли у себя в гараже, то думаешь, они так и хотели? Вот тогда и пугаешься. За два бутера снят, наверное. Может, за беляшек? Я бы поел беляшек. Ну вот, кстати, бюджет 100 тысяч баксов. 100 тысяч? Вот, удивительно. Про спецэффекты как-то ковре. Ну, или про грим вот этот странный на шее. Было вот столько. Делали они его, как будто бы, прям на коленке. У нее была стронгуляционная борозда, очень объемная, и была похожа больше на какой-то ожог от масла. Как будто он, короче, не пытался ее задушить, а знает, так, это специально канатом тер, долго-долго. Если как, они не особо напрягались, но старались при этом. Просто пришли в какую-то ближайшую школу, в драм-кружок, и взяли костюмы, которые там есть у каждого. Мне не идет эта шляпа. Где моя? Всех бы убил бы. Возможно, мы умрем сегодня. Вышло так, так, необычно. Мы могли делать, что хотели. Мы действительно стали частью документалки. Кстати, актеры использовали реальные имена в своей фильме. Чтоб меньше запоминать было, наверное. Подобные я вот только один раз видела. Ведьма из Блэр? Да, Ведьма из Блэр. Ну, там они делали вид, что все прям совсем по-настоящему, что они умерли, и все. Там даже реклама на этом была построена. Классика. Мне понравился человек Лама, который ходил все время в недоумении, такой... Реакция на все события просто. Мне еще, кстати, понравился основной оператор этого фильма. Вот он, смешной такой парень был. Весельчак. Да, ходил всех, смешил. Это тот человек, который пользовался телефоном, ночной съемкой, но при этом не мог включить фонарик, чтобы посветить куда-то там. Парень, мне тебя жаль. Главная героиня — ренегат засланец. И вообще плохой человек редиска. Короче, вот главный герой реально — это какая-то проблема. Мужские поцелуи. О боже, кавайный момент. Но белых пятен и вопросов остается очень много. Слишком много. То есть, как бы, люди слишком увлеклись идеей и такие... А, не будем останавливаться на мелочах, похер, не будем продумывать все. Если бы они не попали в такую глупую ситуацию и отмазались бы, то фильма бы, ну, не было. Ну, как ни странно, после вот его просмотра не жалеешь. Я поставлю пять удавок из десяти. Я тоже поставлю пятерку. Да, ну, я тоже поставлю пятерку, чтобы не нарушать традицию. Семь-пять, я же учитель. За старания и... И за старания. В некоторых моментах было реально весело, и некоторые сюжетные повороты были не совсем предсказуемы, то есть не очевидны сразу. Это клево, на самом деле. Пятерка за амбиции режиссера, за старания также, вот. И за веселого парня, который не мог использовать фонарик в своем телефоне. Даже Саня смог в кинотеатре включить фонарик, чтобы посмотреть, что там течет. А это девочки с соседних ритмом. Да, Саня увидели. Ритмомерик. Что будет дальше? Я не знаю. Хорошо. Мне вообще пофигу, что там кто говорит про дурацкие фильмы. Ну, если Кассус уберет, возможно, мы будем ждать десять сиквелов, двадцать пять ремейков. Да, рассказывайте, друзья, мы все такое... Он демон же, мы выяснили в прошлый раз. Он вообще демон, такой який демонюга. Вот это прям... Осознание. Блин, кот.